Скандальную похоронную историю в Самаре теперь расследуют в полиции. Гроб с тела мужчины. Его гражданская супруга выставила у здания областного правительства. Утверждает, что не дали нормально похоронить мужа. В этой истории разбирался Руслан Бегбулатов. Центр Самары, главная площадь города. К зданию областного правительства привезли гроб с телом умершего человека. Бывшая гражданская жена покойного Анна Плотникова объясняет, что она пошла на это доведённое до отчаяния. За весь день она так и не смогла похоронить близкого человека. Если сегодня не разрешить ситуацию, как... Не знаю. Вот хоть здесь оставаться. Оставаться здесь до утра, дожидаться властей. Эти кадры сделал Алексей Воробьёв, предприниматель из ритуального бизнеса, который пытался провести похороны. По его словам, незнакомые люди мешали работать, не позволили даже выкопать могилу. Может, ребята, вы отойдёте? Не будете мешать? Да мы не мешаем. Мы поменять приехали. Нам чё? Ну, в стороночку немножко. Можете отойти, чтобы вас ломом не задели? Вы можете, пожалуйста, чуть в стороночку отойти? Ребята, стоим уже в самой сторонке, ибо в какой мы можем его. Валерий Малиев скончался ещё 6 февраля. Анна Плотникова объяснила, похоронить близкого человека не смогла, потому что не было денег. И тогда Алексей Воробьёв согласился помочь. И в своей услуге оценил 8 тысяч рублей, кратно меньше того, что запросили ритуальщики. Если бы у Анны Михайловны возникли трудности с похоронами, она вполне могла обратиться в муниципальные предприятия, в спецкомбинат ритуальных услуг, за тем, чтобы провести захоронение по гарантированному перечню. Тогда все услуги муниципальные предприятия оказали ей бесплатно. Таких обращений в муниципальные предприятия не было. По тому пособию, которое выделяет государство, не дают. Чтобы как собаку похоронили, голову. Как они сказали, в санитарный мешок и в деревянный ящик, где-нибудь там под номером. Имя Алексея Воробьёва не в первый раз фигурирует в скандалах, связанных с организацией похорон, заявили в мэрии. Была ситуация в 2017 году. У нас возбуждено в Кубышевском районе уголовное дело по поводу 58 незаконных захоронений. Но как агент, ну, наверное, в 70% из случаев выступал Воробьёв. В запутанной истории пытаются разобраться и правоохранительные органы, и местные власти. Непонятным остаётся, почему Воробьёв не обратился к полицейским. Ведь сотрудники в это время находились на территории кладбища. Странно и то, почему хоронить тело приехали в то время, когда кладбище уже было закрыто, а могила выкопана так и не была. В нашем распоряжении есть видеозапись. Охранник здесь поступил достаточно мудро, он снял всё на телефон. Значит, есть автомобили, все номера залеплены снегом. То есть ни один автомобиль с точки зрения номера определить нельзя. Ну и плюс темно, то есть видео тоже по этому поводу есть. Там есть ещё некоторые подробности, но так как на видео нет, то есть он, по крайней мере, утверждает, что все люди были в масках, чтобы их нельзя было опознать. Судя по всему, после этого процессия направилась на Площадь Славы. Ещё накануне участники пытались всеми силами привлечь к себе внимание общественности, но уже сегодня недоступны. Связаться с ними затруднительно. Покойного Валерия Малеева похоронили сегодня утром в посёлке Мирный. Скандальную историю власти пообещали расследовать до мельчайших деталей. Руслан Бекбулат, Дмитрий Черкасов, Александр Баженов. Вести. Самара.